Новогодние праздники – это излюбленное время всех малышей. Это радость встречи с волшебными героями, подарки, хороводы и добрые пожелания. Особенно это актуально для воспитанников детских домов и социальных приютов. В данном случае ребят детского приюта Кобринского района. Для того, чтобы не только их поздравить, но и использовать провести встречу, сотрудники Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья организовали для мальчишек и девчонок урок здоровья. Считаю, что эти акции, они должны продолжаться. Они дают возможность сегодня и нам, как учреждения, оказывать посильную помощь за счет пожертвований членов коллектива, покупая нужные подарки деткам. И одновременно, конечно, мы пропагандируем здоровый образ жизни, поскольку наша задача не только контрольно-надзорные мероприятия, но и пропаганда здорового образа жизни. Конечно, гости приехали не с пустыми руками. Каждый из малышей получил свой, особый новогодний подарок. Это и наборы для творчества, и канцелярские товары, и многое другое. Кроме того, ребята принимали активное участие в уроке, рисовали круги здоровья и сами определяли, что полезно, а что нет. Здоровый образ жизни, на мой взгляд, это круто. То, что занимаешься спортом, у тебя есть какое-то увлечение в жизни. То есть, в те минуты, которые у тебя свободные есть, ты посещаешь просто спортом. Здесь ничего крутого нету, там, что девочка идет сигаретой, там, или идет пьяная по улице. Мне кажется, на мой взгляд, это вообще должно быть стыдно, что она так делает. Сегодня в социальном приюте 12 воспитанников. Это ребята дошкольного и школьных возрастов. У каждого из них своя судьба, но общая беда. Одна на всех. Каждый ребенок, который сегодня находится в приюте, остался без попечения родителей. Поэтому для таких деток тепло и забота – первая необходимость. С воспитанниками учреждения образования работают профессиональные воспитатели и педагоги. Однако, даже несмотря на это, самое заветное желание этих детей – обрести настоящих родителей любовь и тепло домашнего очага. Я живу в Кобрине, и там моя собака. Мою собаку зовут Рекс. У меня есть два кота. Один черный, один с полосками. Моё самое любимое желание – я хочу домой. А под новогодней елкой будешь какое-то желание загадывать? Да. Расскажи нам, что ты будешь загадывать. Хочу домой. Мы всегда приветствуем, чтобы дети вернулись в свои родные семьи. И всегда работаем в этом направлении. Беседы проводим. Несмотря ни на какие обстоятельства, из-за которых этим малышам довелось остаться без родителей, они любят их и ждут. Хочется верить, что в жизни этих мальчишек и девчонок произойдет свое новогоднее чудо.